Проблемы со здоровьем не преграда для получения знаний. Ежегодно диплом об окончании общего образования получают множество детей, обучающихся дистанционно. Начиная с 2009 года, дети с ограниченными возможностями здоровья, не выходя из дома, опознают школьную программу. Такое обучение доступно во всех районах республики. Продолжит Юлия Великодная. Дарина из Горного Улуса уверен и пользователь компьютера интернета. В этом году она пойдет в четвертый класс. Дистанционно проходит обучение два года. Учителя отмечают успехи в обучении и стремление к знаниям. Наша семья состоит из восьми человек. Отец ветеран боевых действий. У нас шесть детей. Дарина второй ребенок. Она очень хорошо учится, через компьютер изучает предмет окружающий. Дополнительно приходят учителя из школы, а дистанционно занимается два раза в неделю. Дарине очень нравится узнавать новое в интернете через программу. Ежегодно порядка 600 детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся на лечении в медцентре получают знания дистанционно. Точками доступа оснащены 50 школ Япутска и 250 образовательных учреждений на всей территории республики. Содержание только одной такой точки обходится в 92 тысячи рублей в год. Территория огромная, география широкая и не везде у нас есть оптоволокно. И поэтому, конечно, для бюджета это достаточно дорого, но для родителей это совершенно бесплатно. Очередности в этом проекте нет. Все, кому необходимо получить образование, оснащены компьютером и интернетом. По статистике количество обучающихся стабильно. Ребенок, заканчивая школу, проще говоря, отдает компьютер другому, который только приступает к обучению. Все равно детишки с желанием, с интернетом их интересует, поэтому с компьютером они дрожат в основном. Ну, у меня таких детей нету, которые отлынивают там, долго сидишь, ждешь. Нет такого у меня не бывает. Обычно они подключаются вовремя, и мы начинаем занятия. У меня вот 24 ребенка, и я с каждым должна выходить в неделю два раза. Бесплатный доступ в интернет позволяет детям пользоваться информационными ресурсами, с помощью которых они выполняют домашнюю работу. Оценки, как и во всех образовательных учреждениях, можно увидеть в электронном журнале. Интернет мы подаем, ну, так называемый, фильтрованный, то есть без такого вредного контента, без различных там запрещенных сайтов и так далее. То есть чистый интернет подается сегодня. Дополнительное образование доступно по 38 программам. Каждая направлена на развитие творческого потенциала и обеспечение успешной социализации в современном обществе. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.